Господин председатель, я думаю, что вы действительно должны перейти прямо к сути дела. У вас есть 120 христиан, которых душат, которые находятся в блокаде со стороны Азербайджана. Это противоречит мирному соглашению. Это противоречит тому, что установил Международный суд. И все же это происходит. Это поддерживается Эрдоганом, который, вероятно, является ведущим исламистом в мире, который продвигает воинствующий ислам любого правительственного лидера в мире, президента Эрдогана. Вдобавок ко всему, он только что был переизбран на второй срок. И у него есть эта понтюркская идея коридора, и единственный клочок земли, который стоит между ним и этим понтюркским коридором, это Армения. И поэтому они регулярно общаются друг с другом. За ту неделю, что мы находились там со знакомительной поездкой, было совершено три вторжения в саму Армению. Речь идет не только о Наре Карабах. Речь идет о самой Армении. И мы были в Джермуке, который является своего рода курортным городом в одной части Армении. Из того места, где мы находились, можно было видеть азербайджанские войска на другом холме. И возможность для них просто обстреливать артиллерию попасть в этот город можно в любое время прямо здесь. Это действительно напомнило мне Сараево и сложившуюся там ситуацию, когда войска просто окружили холмы и могли просто открыть огонь, убив огромное количество людей. Так оно и есть. Вдобавок ко всему, люди говорят, что дело тут вовсе не в религии. И я согласен, что это не религиозный конфликт, но религия здесь присутствует, и это ключевая составляющая всего происходящего. Было бы трудно поверить, что подобное могло бы произойти с Нагорным Карабахом, если бы там проживало мусульманское население. Это христианское население. И вот тут-то я и вступаюсь за свободу вероисповедания и защиту религиозных меньшинств. Я думаю, что для нас очень важно встать здесь на ноги. Еще одна ключевая мысль по этому поводу, господин председатель и конгрессмен Билл Аракис, заключается в том, что мы являемся свидетелями того, как историческое христианское население фактически полностью изгнано с Ближнего Востока. В Египте еще осталось какое-то население, но оно было изгнано практически отовсюду. Это еще одно историческое христианское население, которое будет изгнано оттуда, если мы не предпримем каких-то политических шагов. И к счастью, у нас есть некоторые из них, которые нам доступны. Но сколько же еще таких картин нам предстоит увидеть? И ты можешь видеть, что именно такая пьеса разыгрывается в Карабахе, что Азербайджан собирается сжать это место, просто вынудить людей уехать. Ты можешь уехать, но ты не можешь вернуться. Они отправятся в Европу, а затем в другую часть Армении. Они переедут в Соединенные Штаты или Канаду. Они будут хорошо зарабатывать на жизнь. Сейчас по всему миру есть несколько представителей армянской диаспоры, которые преуспели очень хорошо, некоторые из них находятся в этом зале. Это замечательные люди. Но хотим ли мы, чтобы еще одно древнее христианское население было изгнано со своей родины? Неужели мы хотим, чтобы еще одно древнее христианское население было изгнано со своей родины? И во многом это связано с американским оружием, которое есть у азербайджанцев, или израильским оружием, которое есть у азербайджанцев. И я просто говорю, нет, мы не должны допустить, чтобы это происходило у нас на глазах и в это время. Да и не обязательно, чтобы это происходило.